Не только покупатели, не только будущие владельцы выбирают питомник и выбирают котят. Заводчики и котята тоже выбирают своих новых владельцев. Как это происходит? Вот перед вами Лютик и вот перед вами непоседа Люсик. Это два братца из одного помета, вы знаете бегать и прыгать, так что я их отпущу. Кастинг на кодородственниках происходит с того момента, когда вы мне уже написали, и я вижу сообщение у себя о каком-нибудь из мессенджеров, либо звоните по телефону. И для меня, конечно, очень важно, чтобы с первой минуты между нами возникли доверительные и уважительные отношения. Это очень важно. Когда мне просто пишут цена, я понимаю, что это не мой человек. Когда мне просто пишут сколько стоит, это тоже не мой человек. Я хочу, чтобы вы понимали, для меня, котята, это товар, не денежная купюра. Это дело моей жизни, в которое я вкладываю душу, в которое я вкладываю любовь. Конечно же, я хочу, чтобы они получили ровно такую же любовь, как они имеют у нас в доме. Вот на этапе, как только я получаю первое сообщение, кастинг начинается. И если его сообщение содержит вот такую невежливую информацию, я понимаю, что это не мой кодородственник. Но если сообщение складывается вежливо, с приветствия, то, конечно же, моя первая задача выяснить, с какой целью вам нужен котенок. Это один из моих первых вопросов, которые я задаю, для каких целей ищите, что хотите найти и так далее и тому подобное. Вот. И тогда я уже начинаю вникать в потребности этого человека и начинаю думать, могу ли я эти потребности его закрыть. Ой, Люсик опять ко мне. Ну нет, Лютик. Я их путаю, Лютик чуть-чуть крупнее, Люсик помельче, но у Люсика более чистый светлый окрас, Лютик более такой увесистый. В общем, если кто-то ищет такую книжку, пишите, и я обязательно все про него расскажу подробнее. Когда только я начинаю понимать, смогу ли я закрыть ваши потребности, и есть ли у меня такие котята, как вы хотите, я приглашаю посмотреть котят онлайн по видео. То есть я могу прислать фотографии, я могу прислать видеозаписи, но один из лучших способов оценить ваш котенок, это видео в WhatsApp, либо в других каких-то мессенджерах, где удобно. И я показываю, как видите, можно достаточно подробно рассмотреть все достоинства и особенности характера котенка. Видите, вот этот котенок хочет бегать, прыгать и играть, но при том, при всем, он достаточно сдержан, если он понимает, что сейчас он крупно снимает камера. Отпускаем юного артиста дальше бегать и продолжаем мой рассказ. Существует два разряда покупателей, да, покупатели, которые сами еще не знают, чего хотят, и они думают, что у них что-то должно где-то щелкнуть, екнуть, и котенок должен побежать на сломя голову, выбрать их и сказать, папа, мама, я твой. А есть люди, которые четко уже знают, чего они хотят, котенок должен быть такой, 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 они посмотрели по фото им нравится, они посмотрели по видео им нравится, и в принципе там остался один шаг, и я всегда к нему с пониманием отношусь, к этому шагу, когда хочется уже увидеть котенка воочию. Вот тут кроется один из самых спорных моментов моих коммуникаций. Я на самом деле к нам домой не приглашаю смотреть котят, у меня не живой уголок, у меня не цирк, не зоопарк, у меня котята живут в семье. Я делаю очень-очень редкое исключение, когда я приглашаю познакомиться с котятами домой, в моей жизни на самом деле это было всего два раза, и оба раза ничем не увенчались, люди просто пришли, поиграли с котятами, после чего я для себя решила, что больше я такую форму знакомства практиковать не буду. Чем это чревато для питомника, для здоровья моих питомцев? В первую очередь тем, что, как правило, эти люди приходят в гости не в один питомник, они вот ходят из питомника в питомник, везде гладят котят, они не сильно заморачиваются тем, что могут быть переносчиком инфекции, понятно, что человек не будет от кошачьих болезней инфекции болеть, а вот кошка, другой больной кошки, может заразиться. Я всегда к этому очень щепетильно отношусь, всегда спрашиваю, не были ли вы уже в других питомниках, трогали, гладили и так далее. Один раз меня обманули, я это выяснила, когда люди приехали посмотреть, хорошо, что у меня хватило ума не пускать домой, а показать в машине, и они между собой проболтали, что это не первый питомник, куда они пришли выбирать котенка. Я когда это услышала, внутренне похолодела, и тогда я себе еще раз сказала, что больше нет никаких личных визитов, вот достаточно того, что вы можете увидеть по видео, и если вы уже определились и сказали, да, он мне нравится, я описала характер, рассказала, как правило, я всегда вижу, какой котенок к какому человеку подойдет, и даже подсказываю порой, что вот обратите внимание на этого, на того. И только тогда, когда у котенка уже есть все прививки, и когда за него несен залог или резерв, как мы называем, я могу его показать воочию, вынести в машину, либо сама отвезти котенка по Москве, я оказываю эту услугу, и, в общем-то, я думаю, что это всем удобно. Вот такой кастинг у нас в питомнике происходит, если вы хотите что-то уточнить и добавить, то, пожалуйста, добавляйте, пишите вот здесь. И еще один момент, да, вот этих всех нюансов кастинга можно не дойти, если вы ответите положительно на два вопроса, которые я обычно задаю в самом начале. Есть ли у вас аллергия, и есть ли у вас маленькие дети до трех лет. Вот в обоих этих случаях котят я в такие семьи не передаю из-за аллергии, котята потом оказываются без дома. А маленькие дети не нуждаются в конкуренции, поэтому, если дети постарше, то им можно, конечно, принести младшего, братишку или сестричку. Если дети совсем маленькие, то наслаждайтесь материнством, отцовством, и приходите к нам за котятами попозже. А те, кто готов уже стать родителями для Люсика и Лютика, пишите мне в комментариях, либо в директ. Спасибо за просмотр!